Собака, вернись, пожалуй. О, микрофон заработал. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, здрава-здрава, мои господа, не буду я это вырезать, короче, продолжаю. Звездные войны, галактика героев, да, сегодня у нас финал второго круга на основе, естественно, DarkSoul написал мне в игре, да, но пока мы с ним еще не общались, я у него не спрашивал, чем, как, куда и зачем он заходил, но в любом случае парниша вышел на связь и уже хорошо, уже интересно, подожди, мышка запуталась. Так, соперник у нас Лему, как-то, наверное, вот так и почитается, но в любом случае прикольно, классно, качественно, а че так громко? О-о-о! Кирасия громкость на 100, не, мне надо на 40, на 40, вот так, все, хорошо. Громкость на 40, окей, поехали. Он нас уже ударил, 545, мы же его еще не били и, в принципе, ладно. Так, я вижу товарища Палпатина, с ватом, между прочим, Амикрон Квай, Падме, бам, 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 бам. Империя, ну, такой себе состав, ну, конечно, да, не сказать, что он плохой, да, и совсем не играбельный, но такой себе. Далее я вижу игр, версию Падме, кстати, Охотники, Охотники, вот весьма неплохие, кстати, Охотники с Амикроном. Единственное, что Зам, получается, это первый релик, да, ну, любой даже, ага, то есть просто 313, но тем не менее. Далее, Млюк, на секундочку, и Гривус. Значит, таким образом мы поступаем. Палпатина мы отправляем на Млюка, СЛКР мы отправляем на Палпатина, у нас еще остается МДК, там дальше будем разбираться вообще по-хорошему. Надо бы посмотреть склад Лемура, но я этого делать не буду. Нахуй, это мне надо. Так, и что меня здесь ждет? Стоит ли мне брать вата? У него здесь вата нет, но будут они бить очень сильно. Когда я говорю о них, я подразумеваю только, ну, здесь связь будет, ну, в принципе, на Легенду связь не работает. Ладно, нет, Отшельник может бить очень больно, прям по ХП-реку, поэтому лучше все-таки взять вата и особо не переживать по этому поводу. Я думаю, что выстегнем достаточно беспроблемно, по крайней мере, там, первые три пачки, да, на которые я уже нацелился, мы их выстегнем без вопросов. Что будет дальше, уже, конечно, вопросики. А как говорил Митя, по-моему, да? Если есть вопросики, будут и ответики. Ну, кто отсылку понял, тот понял, кто не понял, тот тоже, в принципе, молодец, но тем не менее. Поехали, начнем, наверное, сюда. Так, потихоньку, здесь мы снимем эту балаларику. Ай! Ну, что-то как-то сильно больно они лупят. Не удастся мне ват от удара сэкономить? Скорее всего, не удастся. Да, ват, увы и ах. Ага, поехали пробивать. Не, ну, взял бы он вместо отшельника, конечно, вражеского вата, пак был бы посильнее. На самом деле, сейчас пак абсолютно не страшен. Тем более, что Роберт перестраховки еще взял обычного своего вата. И раз. А, кстати, знаешь, чего нет? Нет звука игры. А почему это произошло там? О, звука игры. А-а-а-а! Это... Опять звука игры исчез. Что за негатив? Динамик играл утром. О, теперь опять есть звук. Короче, я не знаю, почему, но предполагаю, что это обновление Windows. Хотя это, как бы, там не сильные там кромболи вообще по обновлениям, мы вот там просто накопительное обновление. Но, тем не менее, эта собака-барань постоянно отрубает мне, разбивает настройки в обрезке. Ненавижу, ненавижу. Ебаный Windows. Мало того, что обновление в целом глобальное отключили, да? Вырывки так еще и слетают все к хуям постоянно. Сволочек. Так, ладно, ват. Э-э-э-э, не ват, не ват, не ват, не ват, не ват, 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 поехали. Хватит разлобольство. Я вот сейчас на все эти темы опять как начну, это, уходить. И потеряю концентрацию на игре, и где-нибудь, да что-нибудь, да лоханусь. А, лохануться мне нельзя сегодня. Сегодня женщина, да, ой-ой, такая, биха, должны быть. Ну, ты об этом узнаешь потом? А-а-а, может быть, там, кстати, может быть, даже и раньше узнаешь. Бляха, надо будет с человечком пообщаться. Ну, куда ж ты, ну, зачем? Так. Хорошо. Здесь я один стяг теряю за защиту, потому что Бередин сходил пораньше. Ага. Ага. Ну, в принципе, должны разлоб сюда улупить. Так, еще малюха дать. Лекс. Нет, ну ты, бразь, конечно. Ага. И массовый. Бляха. Ну, массовый, конечно, редко получается добить, но, в любом случае, массовый просто эффектнее, понимаешь? Хорош, сильнее, бодрее. Бляха, что-то сегодня настроение какое-то позитивненькое, даже непонятно почему. Так, ладно. А, кто, 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 кто? А, Палпатин, вражеский Палпатин. Ну, я сюда из РЛКР опущу. А, вопрос только с каким составом. Это будет первый порядок. А, естественно? Вейдер, Ват. Вейдер, Ват. Наверное, я возьму... Хакса не буду брать, я возьму КБР, и возьму офицера. Хакс, конечно, здорово, классно, но нет. Но, все-таки, нет. Ну, Хакс это все-таки лидер. Притом, лидер весьма неплохой. Он дает доминирование, а с красным там урона просто неимоверное количество. Давай, мы делаем вот так. Что это основная ударная сила в этом паке. Но офицеры, которые я, конечно же, считаю, но считаю, но теряю. Таким без вариантов. Наверное, я обжарю сюда. Пробажу, естественно. На этого стак не работает. Наверное, я вот так сделаю. Сюда. Шаха не режется. Плохо. У меня же еще на стак уродно идет за каждый раз, когда мои пацаны получают преимущество. Уже по 99 тысяч мукулю. Ой, уже два раза пасула, точнее. Ты же, мразь. Сейчас защиту себе отрегенит. Бляха, мне надо быстрее его надолбить. В принципе, наверное, даже может в ульту перейдем. Мне надо только один раз по нему крепко вжарить. О, ну, все, 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 все. Нормально. Не потерял пацанов, не потерял. Все хорошо. Так, Квай, Панме. Бляха, у него очень плотный деф. Я, честно говоря, даже немного уже прихожу в ступор, да, кого мне кем забирать. Потому что, опять же, если вспоминать Дарк Соло, то там деф был на самом деле хиленький. Но там сыграл злую шутку Флор. Здесь же деф нормальный такой, адекватный. Намного сильнее. 290. Просто, в принципе, и охотники достаточно шустрые. Тем более, в Р-8. В Р-8, извини меня. Это какой же круг будет на флоте непробиваемый? Охереть. Так, ну я думаю, что в любом случае мы здесь сыграем застреланным. За, 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 за. С, 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 с. Только вопрос, наверное, а, шаг, где это второй пак? Не буду я второй пак разбивать. Блях, ну здесь опять же бинды слабоват. Хватит ли мне скоростей? Что у меня посолило там? 318 плюс еще плюшки. Может не хватить. Может не хватить. Ну, ракета полетит в Йоду. То есть, если я, в принципе, и, если Йода, в принципе, выжили, да, тут самый шустрый этот тоже получается. 277 футболы получается самый шустрый. По идее, в теории все должно быть классно. Но это в теории. На практике... Сейчас узнаем. Так. Первый раз я раздавать могу, потому что сейчас у нас 40 турбуры. Вот. А второй ход, это уже будут как раз-таки... Ракета полетит. Вот это уже будет плохо, конечно. Хорошо, хорошо. Не, нельзя, нельзя, нельзя раздавать. Нельзя, вот сейчас ракета будет, смотри. Ай! Вот теперь, 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 вот теперь. Надо раздать. Вот теперь надо раздать. Наученный горьким опытом. Хотя, с другой стороны, я не припомню, если честно, чтобы хоть раз Боба шмальнул так, чтобы ее дар откиснул прям сразу, моментально. Я каждый раз, каждый заход переживаю об этом поводу, но вроде как еще такого ни разу не происходило. Но это не значит, что оно не может произойти. Может, еще и как. Отстань. Так. Ну и жирный боск, в принципе, это круто, потому что мы можем тупо на нем отхиляться. Так, Йода уже вроде как отхилялся. А сможешь? Смог. Молодец. Все, отлично. Так, это 57. Пока нормально, пока я доволен результатами. Вот и Денверсива, здесь я, конечно... Здесь я, конечно... Чем меня не устраивает и Денверсива? Тем, что наверху, если мы зайдем, там есть мод-мопарк. Достаточно-таки крепкий. Следовательно, если я сюда отправляю имперский штурм... Тревомбират, Тревомбират, то мне кем-то надо будет забирать мод-мопарк. Блях, ну тут еще реликов так-то нормально, мой Треворград может здесь и не вытащить. Да не, по идее, должны справиться. Блядь, они же все в первом релике. Надо до третьего добить хотя бы всем ключевым персонажам релики, чтобы я мог использовать не только датахроны, а вообще, в принципе, чтобы они были поживее и покрепче. Ай-яй, ай-яй. Откат сработает хоть у кого-то у всех. Так, сюда иди. Не-не-не-не-не-не-не, подожди, подожди, подождите, подождите, подожди. Ей, бурай, а че так быстро-то? О-о-о! Что-то они совсем прохеребят. И что, это знаешь, Блок? Не, вообще, в принципе, что он пытался сделать, я понимаю, но как бы, подозреляться это бессмысленно, он продает себе что-то на своих действиях. Али нет? Это перестань. Я же сейчас как возьму, да как ты... Да, ну... Все. Ла-ба! Ла-а! Открыш! Бляха, нет, ну, тревогера, конечно, крутые. Крутые, крутые. Они еще крутые, знаешь чем? Вот я уже когда-то говорил, но, по-моему, на ТОХе, это своей актуальностью. То есть, вот, когда они появились, сколько времени с тех пор прошло, и до сих пор парк актуальный, и он только становится сильнее. Ну, серьезно, назови другой парк, да? Вот обязательно напиши другой, любой парк, который появился давным-давно, то есть, в первые годы жизни игры. И так, чтобы он был до сих пор актуален, не только актуален, но еще и становился сильнее. Вот это прям... Прям, ну кто, ну кто, ну кто, ну кто? Ну, Палпатин, может быть. Но там Палпатин усилился за счет... Мары. За счет Мары. А Триумиран-то не усиливался. Вообще ни разу. Он просто был охуенен, и он стал... И он, ну и остался таким же охуенным. Так, я вижу у нас Палпатин пак, но недооценивать его также нельзя. Соответственно, я, наверное, возьму Империю Сильхов, но не ту, которую хочется, а ту, которую надо. Так, аааа, Малака, Малака. Не буду пока Малака брать, я возьму, наверное, вот так вот Бальсу все-таки. Я думаю, что этого состава нам будет более чем достаточно. Почему? Потому что танка тут нет, Энакина тут нет, соответственно, бояться нам особо некого. Это страх для соседних, пацанов и девчат. Отстань. Ай-ай-ай. Ай-ай-ай. Вот это да. Вот это вжарил по самое небо луся. Хорошо, давай откроем, посмотрим, что у него позади, и сделаем определенные предварительные выводы. Что он где нам ожидать? Чего нам ожидать? Если что, за голос прошу прощения, походу заболею я буквально сегодня. Так, а шаг, где ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты? Ну, по факту, из противных паков только гиды он, если он большой. Если он скоростной. Хе-хе-хе-хе. Большой, чем там большой, сукова дебил? Так, а здесь, здесь, здесь. Угу. Каким образом мы поступим? У меня есть из сильных, крепких. Это... Гэс-гэс-гэс-гэс-гэс-гэс. А что, если я сюда? Это, конечно, не очень. Но 5 на 5 работает. 3 на 3. Тоже ведь, наверное, сработает. 3-ти. Ну, не хочется мне сюда без опускать. Так, от этого вроде как... А, можно уклониться. Лягко я в себе выпутаю. От какой артаки нельзя уклониться, от какой артаки можно уклониться. Ага. Все, теперь он предвидение не получит. Ага. Не убьем, но пробьем. Так. Заряд получить? Да нет, не буду я заряд получать. Ну, не имеет смысла сейчас никакого получать зарядку. О-й-о-й. Сейчас Энакер Кава сходит. Сейчас будет болезненно. Смотри. Ай. Да. Вот и боль понеслась. Ай. А, вот и заряд. Бригадируйся. Кого ты бить будешь на сей раз, мразь? Ага. Ну, ладно. Ну, по факту, смотри. Это получается грязно. Грязно. Но с Гэсом обычно прамирают оба персонажа боковые. Здесь помер только один. Плюсом мало, за счет того, что он в защиту переводит здоровье, он в Сибири фактически всегда экономит один сняк. Поэтому, я думаю, что этот парк как раз таки получился чище. Значит, Гэссер я могу отправить на Мотму. А Эмберка сюда. Да, наверное, так и сделаем. Так. Гэс. Но Гэс пойдет с более трухлявыми пацанами. А именно со штурмовиком Эреха. Для того, чтобы под ШАКТ оставить Рексей Файмзер. Вот. Они мне пригодятся. Хотя, это штурмовика, наверное. Хотя, нет, нет, нет. Нормально. Ну, перестань. Ага. Вот и все. Мот Попак, считай, проиграл. Эх, были времена, когда у Мотма был Дартаркрон. Какая же была Мотма просто физически мощная. Ну, плюс 3 на 3, она все-таки не такая, как в 5 на 5. Мы уж будем говорить откровенно. 5 на 5 это совершенно другое, нежели 3 на 3. Казалось бы, но тем не менее. Да так, Рону очень сильно влияют. Ну и 5 на 5 влияет, но 3 на 3, мне кажется, еще... Ах, ты ж бляха. Если так. Да, Милочка. Хорошо. Да ты не сделала. Мразь. Просто взял и дитстяк не рубанул. Ладно, восстановили, хорошо. Ну, Мразорта. Ой, Мразорта. Курил. Курил. Типа, ну, я все сказал. На, нахуй, дитстяк. И все, и пошел дальше. Так. Империя. Ну, по факту, можно неплохо таки выстегнуть данный пак за КЛС. Так, здесь скоростей 298. Это, в принципе, много. Но я могу дать стат в Биетто. Это будет... У него 330. Я даю стат в Биетто. Так, где, 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 где? Стат в Биетто. Здесь 287. Но у нас еще и криток будет идти за липка ПШХ. Соответственно, я должен сходить с КЛСом раньше, чем Траун. Срезать ему ШХ. По идее, в теории. Но это не точно. Вот это вот сейчас, конечно... Я, Малеха, прихуел. Я, Малеха, прихуел. Сука. Я не... Подожди, произошло что? Я, Малеха. Что-то, короче, как там все пошло не по плану. Хе-хе-хе-хе-хе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мне вот теперь пака может не хватить. Мне теперь реально может не хватить пака. Так, 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 подожди. Вот этих вот говнариков, говнариков отвечают. Да-да-да-да-да-да-да. Бляха, вот это вот сейчас вот не надо, нет. Что-то не сработало. Стоп! Куда? Быстрее. Это, блядь, скина микрон, что ли? Какого хера вы себе позволяете? Ну, метка смерти-то понятно. А игнорирование провокации откуда взялось? Ебать. Вот теперь все пошло не по плану. Вот прям вообще сразу. Так. Я понял. Я понял. Это можно было избежать? Можно. Так, шанти тут супер-шистрый наверняка будет. 305. Более, чем достаточно. Более, 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 Скин. Узнал для себя что-то правильное. Так, подожди, кто из вас? Бляха, ну неудачно. Не убил, хорошо. Так, давай сюда. Отлично. Ну, да, перестань. Да, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Если бы первое... Ну, вот здесь просто опыта не хватило, потому что я первый раз сталкиваюсь с такой пачкой. А вот что касательно Трауна, да, Империи и Повстанцев, ну, не надо было рисковать. Надо было взять более крепкий пак и... Опиздюли по самой неболусти, вот и все. Ну, косяк-косяк, конечно же, бесспорно. Так, хорошо. Сколько? 279. Скоростей очень мало. А что, если я, конечно же, совсем сойду с ума от спренью и вот это все, но я не буду. Или да. Ну, серьезно, что если я просто возьму и крат-а отзеркалю по сам-а, подожди. А хватит ли у меня возможности отзеркалить? Привет. Так, а здесь, лидерка, и ты что даешь, мразь? Блин, попробовать не попробовать? Ну, шаха-то я ему срежу точно. Не удастся ли мне его пробить за столь короткий промежуток? Давай попробую, ну, хуй с ним. Тут уже два фейла, третий уже, как бы, ну, особо ничего уже не сделает. Картину сильно не испортит. Так, здесь дать марсовку или все-таки кинуть метку? Наверное, кинуть метку. Нет, все-таки дать марсовку, потому что это ошеломление. Вот теперь я кинуть метку. От гетера... А с ошеломлением-то не сильно ли у них как-то высоко... Это быстро скорость поднимается. Ошеломление запрещает получение шкалы кода. Даже вроде бонусной, да? Ну, то есть, стандартная должна... Ну, стандартная не должна была так быстро заполняться. Да, да, ёб твою мать. Нет. Все, ладно, хорошо. Нормально, нормально. Можно было здесь лохануться? Да, вообще нифиг делать. Кто у меня еще покреплен паком? Мне, во-первых, надо закрыть империю сверху, потому что я все-таки еще не открыл флот. Начнем с этого. Закрывать мне надо кем-то крепким. Ну, вот кем я ума не приложу, если честно? В своей империи? Так мне скоростей не хватит. Проблема в том, что пьес здесь сильно шустрый. У него по скорости 330. Траун дает ли баф по скорости? Не дает ли бафа по скорости? То есть, в принципе... А-а-а, 323, ёб твою мать. А почему 323 было 331? Почему 323-то стало? Кто-то, короче, подрезал скорость. Угу. Эти точно обгонят. 305. Ну, рэкс должен обогнать. 307, плюс еще бафы. Продаст повышение стойкости. Траун самая мразь, конечно, тут будет. Ну, ржирно, что-то пиздец. А почему они такие крепкие? Я понять не могу. Да-да-да-да, меня пацаны вообще не уронят. Траун. 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 Ну, ведь вообще не уронят. Ну, серьезно. Ну, куда? Ну, куда? Атака, дамаги-то. Пять. Сука, у меня пачек сейчас просто реально пачек не хватит. Так, вы мне не нравитесь. Ненавижу гази. Я понимаю, блях, я натопил вот сколько я за империю, и империя сейчас же меня и подставляет. Ну, че за это, ну как же? За что? Ах, да, уклонение. Их же давно не было, я прошу мать. А сколько же еще косоры будет от них себя? За что? За что? За что? За что? За что, блядь? Не надо. Не надо уклоняться. Не, ну ладно, здесь косяк высокий. Она всегда была кривая. Она кривая, просто пиздец. Пошизненно кривущая для безобразия. Так, сюда я, наверное, разойду. Бляха, я бы мот мой сюда зашел, но мне не хватит урона. Плюс вот этот хуй может так ударить больно, так ударить больно, что просто пиздец. Поэтому я все-таки пойду, наверное, империей. А как это ваш хуйят звали? Джанг, точно. Так, постой, подожди. Постой, паровоз, не стручите колеса. А вдруг нажми на тормоза. Так, так. Мне, в принципе, передавать хорта не имеет смысла. А-а-а, слушай, вот теперь имеет смысл, что-то посмотрел на раунец, что-то не помню. Так, допустим. У меня еще есть пару недобитышей. Вот раз недобитышей, там два недобитышей. Здесь я, в принципе, ну, вот сюда, кстати, можно, наверное, моду спустить. А-а-а, я ж не на кофе играю. Блядь. А-а-а, я ж не на кофе играю. А что есть с ним? А у меня второго датакрона... А-а-а. А-а-а, подожди, а у меня же есть кто-то такой раун. Вот он. Ну, посмотрим. Посмотрим, поглядим. Слишком жирно. Согласен. То они прям жесткие, то слишком жирно. Где найти вот этот баланс между светлой и темной стороной? Так, вот здесь уже опасно. Здесь... А-а-а... Кто подводит? Штарк подводит, да ёб твою мать. Развод не получится, но... Бляха, а у меня танка с предаунтом даже нет. Вот ещё косяк в чём. Бляха, только не надо в бейдере кидать раскол, пожалуйста. Но у меня на двоих отката не будет. Видишь, не получается откат с двоих. В общем, майнеровый сапреты, блядь. Пиздец. Это чё за баг-то вообще такой... Я вообще не ожидал от него, понимаешь? И прикол в том, что на нём нет ни одного дата-крона. Ни одного дата-крона. Вообще никак. Что ты со мной делаешь, игра? Бляха, джедаев нет. Ёб твою мать. Остались осколки непонятные и не били при этом. Вот как, как, как? Вот что мне с этим делать? Вот что мне с этим делать? Супер неожиданно. Вот этот парк вот я вообще никак не ожидал. Ну, серьёзно, ну, нет. Ну, наверное, имеет смысл бить трауна. Почему? Потому что он в любом случае, пинет на него даст мертво. Да, это страх ещё. Продолжение следует... Продолжение следует... Пиздец. Ты же понимаешь, в чем суть этого пака? Они просто разносят меня контр-атаками. Они просто контр-атаками меня разносят. Биет контр-атачит, как тварь. Травм контр-атачит, как тварь. И все, я ничего не могу сделать. Ебануться, мишки срутся. Все, пиздец, приехали, приплыли. Я тут... Блядь, вот эта империя, конечно, подна досрала. Бляха, и мне поставить сюда собрание? Ну, могу вот этого задорота поставить. Ну, какой смысл от него? Энфист есть, я понимаю. Но тут Энфист же совсем слабенькая. Она тут не сыграет. Мне, мне все, реально, закрывать нечем. Я продул, пацаны. Отстань, прошу, тебе не надо. Бля, 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 вот это не надо было использовать. Он же и так в стадии находился. Зачем я это использовал? Бля, сейчас его контр-атаки меня ушатают. Какое уклонение-то ты заебешь? Ну, от этой пачки я не ожидал. Вот прям вот эта темная лошадка, понимаешь? Не, ну, столько фейлов, конечно, да. А, ну, ты еще ж проладишь, точно, ёптвою. Так, на этот раз только не подводите меня, сепаратисты злорадства. Давайте, в этот раз все должно быть хорошо. Хорошо, не должно быть косяков никаких. Спасибо. Пока нормально. Ах, ты смысл, как же так дал. Запомни, драун, пикет и пау-пальти. Это, конечно, это мерзутный отряд. Просто армир сительнейший. Так, сюда. Ой, там что-то в Дарнислоу пишет. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, здесь нормально. Здесь нормально. В этот раз они выступили хорошо, как положено. А сюда я залетаю. Галактическая Республика, что, конечно, не очень хорошо. Но, опять же, не особо есть варианты. Ага, поехали. И остается этот первый порядок и проладж. Мы, кстати, его склад уже не смотрели. У него склад-то, наверное, неплохой. Сейчас мы провоюем, да? Мы посмотрели его деф. Можно, в принципе, как раз таки и глянуть, что у него на складе происходит. Если отталкиваться от дефа, то у него весьма неплохой склад. С другой стороны, он, может, как раз таки от защиты играет. Вот и скотина. К трое еще. Добавить сразу танк. Неприятно. Так что мне так быстро его пробили, потому что пробить его точно пробит. Он у меня слабенький. У меня ЭБДЛ до сих пор двух звездов. Не знаю, как так получается. Да еб твою мать. Есть контакт. Хорошо, 69. Так, и остался у нас балач за первый порядок, но, к сожалению, это уже не ко мне вопросы. Так, и на подстраховку тебя и кого-то я еще хотел взять, а у меня никого больше-то и нет. Ну, если только танка какого-нибудь, чисто так. Ладно. Добивать нам уже тоже, в принципе, уже некем, да? Но, хотя, не некем. Сюда раз. Сюда два. Переживаю массовку. Не переживаю массовку. Нет, так охуенно, все, массовку не переживаю массовку, считай пизда. Это присмысленно уже. Нет, ну шатунок, будь здоров. Мое прочтение. Надя вам, сволочи. Сука, ты отхилились. Ну, двосяк, это... А, у него там флобы подкреп еще. Я не посмотрел. Подкрепление. А, ну да, у него полный ковыру, да. А, у него еще полный ковырик подкреп, чтобы не получил соперник ни одного стишка, блядь. Ах, ты ж, конечно, пес. А че у тебя, лемур, по складу? По складу у тебя... А, так не куясь, у него на 2 миллиона больше ГМ. А, у него репучий. А, ну, в принципе, понятно. Тогда понятно, почему у него такой деф неплохой. Лайдерский, хорошо. А, мне там написал человек, который Dark Souls, да, с которым мы играли до этого, написал следующее. А, кайф, гляну, а то одним Art of Warом сын не будешь. Ну, сын, понятно, сын также не будешь. Ну, я понял. Значит, смотри, прикол. Есть Art of War, а есть еще Artful. По-моему, как-то так, или Artful. Я не знаю, как правильно читать. С ним у нас будет боевка завтра. Заруба будет просто бешеная. Поэтому, если интересно, то обязательно подписывайся на YouTube-канал, на Telegram-канал, на августе. Пиши лайки, ставь комментарии. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И да прибыть с нами. Сила. Субтитры сделал DimaTorzok